Добро пожаловать на пересадочную станцию. Сегодня мы отправимся в мир киберпанка. Процент человечности. Я сейчас принесу вам воды, сказал мужчина в белом халате. Успокойтесь, пожалуйста. Вы еще молодая, у вас еще все впереди. Вы еще обязательно станете мамой, у вас хороший показатель. А это, это просто случайность. Стакан в руках женщины дрожал, а покрасневшие глаза смотрели на веселого карапуза на плакате. Малыш с плаката улыбался беззубым ртом, а женщина кривила губы, чтобы сдержать слезы. Вы же понимаете, что закон есть закон. Не я его придумал, но считаю его вполне гуманным. Гуманным? Сказала женщина срывающимся голосом. Гуманно отбирать у матери ребенка. Врач глубоко вздохнул. Понимаете, ребенок не вполне нормальный, но в этом не ваша вина. У вас показатель 91%, а у вашего мужа... Врач заглянул в личное дело. 86%. А почему у ребенка 79%? Женщина судорожно дышала, пытаясь справиться подступающими слезами. Вы понимаете, что природа иногда шутит. Генетический механизм изучим почти до конца, но тут мы дело имеем с теорией вероятности. Ген может молчать в первом поколении, втором, третьем, но в четвертом может проявиться. Ген человека – доминантный признак, модифицированный ген, рецессивный. У двух доминантов может родиться рецессивный ребенок, а у рецессивных доминантный не родится никогда. Поэтому рецессивных мы стерилизуем. «Я могу забрать ребенка?» Понизив голос до шепота, спросила женщина. «Нет, есть закон, который это запрещает». Врач отрицательно покачал головой. «А если я заплачу, сколько?» Женщина пристально смотрела в глаза. «Я не имею права». «Любую сумму». В глазах женщины горел безумный огонь. «Хотите кольцо? Платина? Все, что угодно». Она сняла с пальца обручальное кольцо. «Нет, я ничего не решаю. Признаки очевидны. Можете оформить справку, что ребенок умер. Вам так будет проще. Родные вас поймут». «Вы шутите?» – выдохнула женщина. «Я серьезно. Но вы не беспокойтесь, государство позаботится о ней». «Значит, у меня дочка». Женщина прикрыла рот рукой, захлебнувшись в беззвучных рыданиях. «У вас все еще впереди», – сказал врач, капая успокоительное в стакан. «Все будет хорошо». Опять реклама. Фаня откинулась на ковре и потерла мохнатой ручкой нос. «Подожди, воспитатель ушла. Давай переключим». Шепотом сказал Элиф, играя хвостом. «А потом нас всех в подвал», – мрачно сказал Кел. У него на пушистом личике было большое белое пятно, прямо на носу. За это его звали Пятнашка. Остальные молчали. Цаца, Мася, Рис и Динка не проявляли особого интереса к большому экрану за решеткой и переключению каналов. Разве что Цаце были интересны мелькающие картинки. Она играла хвостом и поднимала уши. Мася боялась телевизора. Она сидела в углу и тихо скулила, поджав кисточку хвоста. Рис и Динка играли в покусайку. С радостными воплями валяли друг друга по полу. Остальные сидели в игровой комнате по соседству и катали мяч. Дверь в игровую комнату была закрыта, но было слышно, как кто-то бегал по ковровому покрытию. Девушка на экране улыбалась белозубой улыбкой и держала в руках глянец. Читайте в свежем номере журнала Sugar Girl. Последние сплетни. Правда ли, что Лили Эджил Кейн актриса, что снялась в известном фильме «Любовь к смерти», вышедшем на экраны в 2038 году, модификат? Советы. Что нужно делать, чтобы у тебя родился человек? Советы генетиков. Ролик менялся один за другим. А потом пошли новости. Через комнату прошли воспитатели Толстуха и Ханя. Толстуха посмотрела на детей и равнодушно прошла мимо, шаркая с топцанными цветными тапками, а потом остановилась у двери, взявшись за ручку. «Может, переключим на мультики?» – спросила Ханя, молодая женщина с короткой стрижкой. В отличие от Толстухи, она относилась к подопечным с какой-то нежностью. Даже глупая Мася с дурацкой привычкой теребить хвост любила прижиматься к ее белому халату. А Ханя гладила ее мохнатую голову. «Все равно они ничего не понимают. Им все равно, что смотреть, лишь бы картинки были. Картинки их успокаивают». Толстуха поправила крашенные волосы и вышла из комнаты. «Тем более у нас сегодня проверка. И гости. Говорят, снимать будут. Так нужно накраситься и туфли одеть». Ханя исчезла вслед за ней. После рекламы были новости. Ухоженная дикторша с гладкой прической сидела в синей студии. На множество экранов за ней мелькали сюжеты, а на стене красовался логотип. Смотрите в этом выпуске новая группировка Номо, которая недавно устроила показательную казнь модификата, раздавала значки и наклейки на центральной площади города. «Да таких, как они, надо истреблять!» – орал молодой человек в камеру. На нем была футболка с эмблемой, перечеркнутый череп с кошачьими ушами. «Человек-венец творения! Нахуй эти ответвления!» – скандировала толпа молодежи. Они цепляли значки к сумкам и привязывали ленточки на руку. «Да человеку! Нет модификату!» Дикторша улыбалась кадра на заднем плане на одном из экранчиков. Толпа продолжала скандировать. «По нашим данным, эта партия поддерживает одного из кандидатов на пост сенатора. Его имя Нил Говард. Эта акция, возможно, решит исход выборов в его пользу». Дикторша сделала паузу. А теперь к другим новостям. Акция протеста против жестокого обращения с модификатами. Тем временем собралась у стен Сената. Продолжала она, нажимая на сенсорную панель. На экране появилась картинка. Где-то 20 человек в масках животных стояли на улице в тени деревьев. В руках у них были самодельные плакаты. «Мы в ответе за тех, кого создали». Их разогнали за нарушение общественного порядка. Активисты были арестованы. «Вы не имеете права!» – кричал человек в полусъехавшей маске, когда представитель правопорядка заламывал ему руку. «Посмотрите, что делается на главной площади! Их надо арестовывать! Это расизм!» Плакаты ломали и бросали на землю. А полиция дубинками и водой разгоняла толпу. На земле лежали маски и обрывки транспарантов. Я хочу вам напомнить, что сразу после выпуска новостей на нашем канале будет самая рейтинговая передача «За и против. Ваше мнение». Не переключайте канал! С вами ваша For You TV!» За стеной послышались шаги. В комнату вошло много людей в сопровождении воспитателей. В дверную щель просовывались любопытные мордашки других детей. «Закрой игровую!» – шепнула толстуха Хани. Хани захлопнула дверь поплотнее и встала спиной к ней. «У нас здесь игровые комнаты. Модификаты могут смотреть телевизор, слушать музыку, играть», – сказала толстуха, улыбаясь камеру. Люди засуетились, стали снимать и фотографировать. Молодая, красиво одетая женщина с синим милированием подошла к Элиф и Фанне. «Сфотографируйте меня вот с этими». Народ обступил сидящих на ковре детей, а она присела между ними. Она пахла чем-то вкусным и приятным, или в силой прислонили к изящной груди красавицы, а потом отпустили. «Наверное, она хороший человек. Плохие люди плохо пахнут. Толстуха пахнет чем-то горьким и кислым. Хани пахнет сладким детским мылом». «Интервью для Нью-Пресс!» – прокричал мужчина с камерой. «Как вы относитесь к модификатам?» – выкрикнула женщину в белом костюме. «Мне очень жаль, что так получилось. Это страшная ошибка человечества. Она не должна повториться. Поэтому стоит сделать все, чтобы ее исправить», – ответила красавица, улыбаясь. «Как вы относитесь к статье Шуга Герл о том, что вы модификат после пластической операции?» – мужчина в серой куртке. «Мой продюсер уже подал в суд на эту клевету». Красавица продолжала улыбаться. «Как вы относитесь к тому, что звездная пара, певица Кэтри Форс и актер Джереми Сью собирались усыновить модификата?» «Это запрещено государством. Я его полностью поддерживаю». «Еще один вопрос для Daily Facts. За кого вы проголосуете?» «На сегодня интервью окончено». Красавица подскочил толстый мужчина в очках и, заслонив собой, помог встать. Они вместе вышли в сопровождении других людей, высоких и молчаливых. Они никому не приставали, а просто смотрели. Тем временем журналисты набросились на воспитателей. «Трудно ли вам работать с модификатами?» Толстуха раскраснелась и фальшивым голосом ответила. «По всякому бывает. Пройдемте-ка туда, у нас там спаленки. А можно дать им конфеты?» – неуверенно спросила одна из женщин, шурша в большой сумке. Конфеты пахли здорово. А еще фантики. Ими можно играть, когда толстуха опять соберет и закроет игрушки. До следующей проверки. «У многих из них нарушен обмен веществ, поэтому не стоит. Передайте лучше нам, мы потом им отдадим за обедом». Нежным голосом пропела толстуха, принимая цветной пакетик. Мася повела носом. Конфеты она любила больше всего на свете, но пакет просто впечатлил ее. Такой красивый, такой яркий. Все помнят, как у Маси пытались отобрать цветной фантик, что она хранила под ковром в тайном месте. Она так кричала, что даже у самых бойких и глупых не было желания с ней связываться. Эллиф прекрасно помнит, как ночью ее утащила цаца и как потом нюхала и лизала, забившись под кровать. Почему-то все вели себя по-разному. Фанни и Кэл никогда бы не утащили что-то у эллиф. Они никогда не рычат, они все понимают. Несмотря на то, что учат всех, говорят только некоторые. Вот, допустим, цаца знает несколько слов, она все понимает. Мася все понимает, но почти не говорит. Арис умеет говорить, но не хочет. Он никогда не говорит перед воспитателями. А с Фанни и Кэллом всегда можно поболтать. Они так же, как и Эллиф, пополняли свой словарный запас посредством телевизора. Телевизор – это тебе не мячик катать. Телевизор – это тебе не в поскакайку-покусайку играть. Эллиф никогда не играла в эти игры. Хотя нет. Мячик катала в детстве. А потом стало скучно. Поэтому она стала смотреть телевизор с Кэллом и Фанни каждый вечер. «Мася!» – прошипела Фанни. «Не ходи туда!» Маленькая черненькая Мася, одетая в глупое голубенькое платьице, шлепала в сторону спаленок. Там рядом со спальней была комната дежурных воспитателей. Масин хвостик вилял, а ушки были новострены. «Фета! Фета!» – нудила Мася, открывая дверь. «Мася!» Эллиф бросилась к двери. «Мася, тебя накажут!» Она с силой захлопнула дверь. «Фета!» – удивленно повторила Мася, тыкая мохнатой лапкой в сторону комнаты дежурных. «Вон какие картинки!» – сюсюкала Эллиф, отводя Масю на место. Мася, которая боялась телевизора, села рядом с Цацией и стала теребить хвост, причитая. «Фета! Фета!» Тем временем по телевизору показывали толстого дядьку с лысиной, который рассказывал что-то скучное. Динка и Рис убежали в комнату играть. У телевизора остались Фанни, Кэл, Эллиф, Маси и Цаца. Кэл уснул прямо на полу. Телевизор монотонно гудел. Как известно, в конце 20 века появилось движение Фури. Оно также было связано культурой японского аниме, где были крайне популярны ушки и хвостики у главных героев. Но само Фури предусматривало полное перевоплощение в животное. С развитием генной инженерии каждый желающий мог себе позволить вмешательство в генетическую карту организма, вызвав определенные мутации. Этим воспользовались тысячи людей, работающих в специфических условиях, модифицировав свои органы чувств. «Да-да», – перебила его сухая старая тетенька в зеленой кофточке с брошью. «Я помню рекламу. Расскажи своей подружке, я себе вживила ушки. Там еще такая блондиночка с кошкой». «Да-да», – продолжал лысый толстяк. «Но люди не знали о последствиях. Мало кто догадывался, что будет дальше. Неконтролируемые процессы». Он замолк. «Как вы считаете, профессор Джейсон Голдман?» – спросил худой мужчина в круглых очках. «Модификаты способны жить в социуме?» «Вы знаете, это спорный вопрос. Я сейчас изучаю социальный аспект модификатов. Кто-то может, кто-то нет. Они опасны тем, что фактически непредсказуемы». Лысый откинулся в кресле. «Многие из них могут общаться, многие спокойно уживаются в мире людей. Вы ведь знаете, что существует определенный список работ, который утвержден свыше для разнопроцентных модификатов. Минимальная и максимальная зарплата. Сейчас от 100 евро до 150 евро в месяц. И это при условии, что для них созданы специальные магазины. А для тех, кто не соображает, что с ней делать, зарплата выплачивается в виде питания каждый день. Все продумано, система работает. Они живут и служат на благо людям. И живут в социуме». «Спасибо за ваш ответ, мистер Голдман. А у меня вопрос к Лидии и Фрай». Мужчина в очках повернулся. Зеленая тетенька взбодрилась и положила руки на подлокотники кресла. «Я вас внимательно слушаю. Как вы относитесь к тому, что модификаты живут в социуме, в частности, среди людей? Я категорически против этого. Они опасны, опасны для себя и для людей. Я предлагала свой законопроект о том, чтобы прекратить учебу модификатов. Это сэкономит много миллионов, тем более, что результата нет. Я рада, что утвердили законопроект о стерилизации каждой особи. Я рада, что каждый из них стоит на учете. Я вообще за то, чтобы их уничтожать. Селективно. Некоторых самых сообразительных можно оставить». «У нас вопрос от зрителей», – перебил ее ведущий. «Почему при нашем прогрессе продолжают рождаться модификаты? Почему не убивать их в утробе матери?» «Вам как по-научному или чтобы понятно было?» «Как вам удобнее», – улыбнулся ведущий. «Хорошо. Модификаты зачастую выглядят вполне нормально в утробе, а после родов начинают проявляться аномалии. Большая часть тестов на модификацию не дают стопроцентного результата. Помните, был случай, когда молодая мать подала на врачей в суд за то, что они убили здорового, нормального ребенка, приняв его за модификата. С тех пор рожают все, а государству нужны рабочие руки. Пусть даже эти руки блохастые и лохматые». «Простите», – перебил старушку лысый профессор. «У вас есть собака?» Старушка надменно кивнула. «Она тоже лохматая». «Бог создал собаку собакой, а человека человеком». Она скривилась с брезгливостью, глядя на оппонента. «Так и будьте же человеком. Вы их создали, вы и я, мы все, не отрицайте». Выдохнул мужчина, поправляя очки, которые съехали на самый кончик носа. «А теперь время для голосования», – вмешался ведущий. «Присылайте сообщение на номер». «Ушли», – сказала Фанни, прислушиваясь к двери. «Спустились вниз по лестнице и сели в авто». «Фета», – фыркнула Мася, потянув носом. «Она не будет нас ругать? Как тогда?» – мрачно спросил Келл, протирая глаза. Эллиф тихо прокралась поближе к двери воспитательской. Она стояла в семи шагах от двери, но благодаря нечеловеческому слуху прекрасно слышала все. Но вострив рыжие ушки, она внимательно вслушивалась каждый шорох. Раньше таким образом она узнавала, что их накажут за плохое поведение при очень важных людях. В прошлый раз их наказали за то, что одна девочка схватила какую-то толстую тетю за бусы, висевшие на шее, когда та наклонилась к ней посюсюкать. Тетя возмущалась, девочка рычала и сжимала в кулаче крупную бусинку и тянула на себя. Потом подоспела толстуха. Она попыталась расцепить пушистые пальчики, но дитя держала добычу мертвой хваткой, а потом укусила толстуху. Девочка все-таки порвала бусы. Они рассыпались по ковру и все бросились их собирать. Ребенок плакал, тетка возмущалась, а остальные радостно ползали по полу, сжимая в пушистых или абсолютно человеческих, как у Фани и Элиф, в руках цветные стеклянные шарики. Толстуха, запыхавшаяся и злая, собиралась наказать всех, кто попадет под руку. Тогда Элиф пряталась. Тогда все прятались. Под кроватями или за шкафом с игрушками. Элиф не умела за себя постоять. Она не умела так же, как другие, сносить наказание, а через час спокойно играть. Иногда она не могла уснуть от того, что в голову закрадывались различные грустные мысли, плохие воспоминания, как ее наказывали, как ей было стыдно за то, что она вела себя по-дикому, рычала и кусалась. Элиф не хотела, чтобы ее считали дикой. В отличие от многих она не мочилась на ковер, умела читать и даже немного рисовать. Та девочка, которая порвала бусы, была строго наказана. Ханя заступилась за нее, поэтому ее не били. Девочку лишили кормежки на сутки, несмотря на то, что Ханя считала это слишком суровым. Девочку больше не садили в комнату с телевизором, а вместо нее взяли цацу. Часто за хорошее поведение при людях детям давали конфеты или печенье. В этот раз конфет не дали. Значит, что-то не понравилось. Нужно просто слушать очень внимательно, чтобы разобраться во всем, не обращая внимания на шум телевизора, на возню в игровой. Если что-то не понимаешь, стараться запомнить непонятное слово и либо ждать, когда услышишь его по телевизору и попытаться догадаться, что оно обозначает, либо тихонько спросить у Хани. Элиф умела подслушивать. Она не считала это чем-то плохим, потому что это ей много раз помогало. А еще всегда было немного любопытно узнать что-то новое. Из-за двери раздавались голоса. Писклявые и скрипучие толстухи, тихий и неуверенный Хани. «Ешь конфеты, дурочка! Не бери в голову облизнуться! Их там на государственные деньги кормят, одевают!» Что-то прошуршало и последние слова стало трудно разобрать. «Ты некрасиво поступаешь. Твои дети дома конфеты каждый день едят, а эти...» Хани говорила тихо, едва слышно. «Дались тебе эти нелюди!» «Да знаю, знаю, да рассказывала. С кем не бывает. Год прошел, а ты все убиваешься. У меня тоже такое было, да у многих. Почти все через это прошли». Я отпуск беру. На месяц. Муж подал на развод. Предложил еще одного родить, а он отказался. Сказал, что одной попытки хватит. Голос Хани дрогнул, что я во всем виновата. «Нужно было все по-умному делать. Справку о смерти и все. А там пусть думает», сказала Толстуха. «Лучше поговорим о сегодняшнем дне. Кто знал, что приедет сама Лили Эджил Кейн? Я у нее автограф взять успела, принесу своим. Дочка давно хотела. Ты это здорово придумала. Если надо красиво, то пусть с Фаней и Элиф. Если надо жалостливо, пусть Масю. А если отталкивающе, пусть Цацу берут. Она страшненькая. А остальные для массовки». Толстуха развернула еще одну конфету. Ханя конфеты не ела. Элиф бешубно двинулся обратно в комнату. Ее хвост мягко вздрагивал в такт шагам. Он был рыжим и пушистым. Не таким длинным и тонким, как у Маси. И не таким лысым обрубочком, как у Фанни. Ушки у Элиф были аккуратными. Они забавно торчали, когда у нее было хорошее настроение. И прижимались, когда она напугана или переживает. У Фанни ушки висят. А еще они у нее постоянно болят. Все остальное, кроме взгляда, у нее было человеческим. Взгляд выдавал происхождение. Он был общий у всех модификатов. Затравленный и недоверчивый. Ханя уходит. Какой-то развод. Наказывать не будут. Прошептала Элиф, проскользнув в комнату. Лучше бы у толстухи был развод. Сказал Кэл по прозвищу Пятнашка. Фета. Мася протягивала пушистую ладошку к Элиф. Нет конфеты. Сказала Элиф и села, обхватив колени руками. Мася долго стояла посреди комнаты и с надеждой смотрела на дверь. А потом жалобно скулила всю ночь в темноте, бормоча что-то себе под нос. Элиф, спавшая через четыре кровати, даже сквозь сон слышала. Фета. Фета. С возвращением в реальность. Если вам понравился этот мир, то обязательно оставьте свой отзыв и оценку. Ну а чтобы отправиться в следующий, просто выберите одну из иконок на экране. И до встречи в следующих мирах.